сердечно приветствую всех кто заглянул на огонек это вторая часть видео посвященного программированию на языке арм для процессоров с архитектурой риск 5 и получается третий ролик вообще посвященный процессором с данной архитектурой вообще на самом деле предыдущие два ролика были сняты именно ради вот этого ролика поэтому те кто ждет продолжение других тем они обязательно будут и будут уже вскоре но мне нужно закрыть вот этот вопрос поэтому сегодня я вам расскажу и покажу как работать с графикой на этом процессоре сегодня мы с вами разберем вот эту программу она получилась не такой уж короткой но на самом деле поверьте мне ничего сложного в ней нет а выводит эта программа вот такую вот красоту то есть вот в консоль она как его водила выводит hello world плюс задает графический режим заполняет экран вертикальными полосами цветными рисует ту же самую надпись hello world только уже в графическом виде шрифтом который я туда загрузил программа как обычно будет на гитхабе те кто ждал этот ролик ради программы пожалуйста качайте смотрите разбирайтесь и можете дальше меня не слушать тем же кто хочет послушать мои рассказы объяснения и прочую болтовню добро пожаловать рассказать мне есть что и так как я уже неоднократно говорил меня программирование на ассемблере под голое железо привлекает прежде всего работа с графикой не любое устройство можно вот так просто взять и запрограммировать на то чтобы начать рисовать пикселями мое внимание привлекли устройство на риск файв и я начал искать как же можно вывести графику потому что плевать символы в консоль или там складывать регистры друг с другом для меня лично не интересно ну или сюда же можно отнести помигать светодиодом подключенном gpio мне это не интересно мне интересно зажигать пиксели так как мне нужно поэтому я начал искать что же можно в этом плане предпринятие нашел такую вещь как ram fb это такой простой видео адаптер в куэму то есть задается участок памяти отводится азу там задается фрейм буфер и дальше куэму спокойно это дело обрабатывает как некую такую простую видеокарту отлично такое устройство в куэму есть и я даже нашел драйвер под арм который добрый человек написал но к сожалению ничего подобного под риск файв не было ну не было значит сделаем поэтому я взял вот этот вот куэму raw mb implementation это вот кстати оригинальное описание то есть вот человек запускает и рисует картинку все очень здорово это им именно то что мне нужно вот он пишет что это пример ядра под голое железо куэму ram fb я думаю почему бы не адаптировать это дело на риск файв я адаптировал все идеально адаптировал но она не заработала более того она там выплевывала ошибки что не может перевести в некий режим и так далее я брал два эмулятора параллельно запущенных по шагам по шагам шел один другой и в общем ошибка в эмуляторе я завел тикет на куэму ошибку вылета они поправили потому что я нашел человека который столкнулся ну при решении другой задачи но с похожим и он подтвердил да что произошла некая деградация эмулятора из какой-то версии появилась вот эта ошибка я даже нашел эти версии все им расписал ошибку устранили но к сожалению ram fb они так и не сделали вот есть у меня драйвер который должен работать но он не работает в силу ошибки в qm причем мой тикет они озаглавили не как ошибку а как фича реквест то есть запрос функции хотя на самом деле работа рамы в би заявлено как фича которая уже есть работы но она не заработала я очень долго бился с этим всем но к сожалению вот это было два года назад но к сожалению никто мне ничем не помог и я это дело свернул и свернул я до ну когда пару недель назад когда в мне в моей telegram группе скинули ссылку на другой потрясающий репозиторий а этот репозиторий делает вот такую вот красоту это br metal окружение для запуска всеми известного и любимого дума первого doom практически оригинальный он написан на си внесены небольшие изменения для того чтобы можно было использовать упрощенный видео адаптер вот и автор этого репозитория девушка программист она значит создала на основе ассемблера такую вещь как как это называется ну псевдо ось она так это и назвала вот то есть все что было нужно это обеспечить видео адаптер память и так далее и вот игра запустилась и всего этого репозитория естественно как вы думаете что меня заинтересовало это инициализация вга адаптера который может выводить графику ну собственно говоря дело и пошло вот этот репозиторий вот как раз она и пишет как что запустить я благополучно это все скомпилировал у меня все получилось и вот самое главное это вот этот вот исходничек на ассемблере но скажу сразу что девушка вот тут тоже пишет что код взят откуда-то вот и приводится ссылка на чужой репозиторий и скажу так что когда я начал со всем этим разбираться я понял что исходник это дизассемблер какого-то драйвера который написан был на языке все таки высокого уровня потому что тут ну просто вот вообще все перепутано перевернуто есть лишние команды которые в ну вот отчетливо лишнее то есть это явно делалось для каких-то ну вот например пример да вот зачем-то делается один раз чтение load word отсюда и потом она снова делается отсюда ну понятно здесь изменили как-то этот регистр но можно было все это сохранить другой ну короче это не самый показательный пример тут все запутано тут вот ну в общем мне пришлось вот из всего этого сделать целый листинг потом сидеть разбираться все лишнее выкинуть и в результате у меня получилась такой понятный код надеюсь которые я смогу вам объяснить и вы уясните как он работает ну а теперь наверное перейдем к самому коду хотя нет еще есть момент а момент заключается в том что один из моих постоянных зрителей который постоянно оставляет комментарий большое ему спасибо посетовал на то что мой код написан из первой части написан в кодах архитектуры 32 тем не менее запускаю я ее на 64-битной конфигурации я то понимал почему я это делаю потому что как раз работа с фреймбуфером и была написана в кодах 64-битного процессора и я планировал думаю сейчас добавлю вот этот вот код и все будет хорошо но у меня немножко так закусило что а ведь действительно почему бы не попытаться еще одну задачу решить все примеры везде под 64 бита ну мы действительно изучаем 32 бита это избыток я решил еще одну задачу решить и в этом видео мы с вами перейдем от 64-битной архитектуры коих примеров везде и всюду 32-битной причем это было не так просто ну тем не менее я вопрос решил этот используем тот же самый компилятор под 64 но при ассемблировании используем вот такой вот ключ а при линковке вот такой вот если мы теряем один из них все ничего не компилируется ничего не линкуется поэтому но опять же скачаете вот этот вот батничек и посмотрите как он работает соответственно запуск эмулятора тоже мы берем 32-битную версию вот это вы все увидите в этих батниках в исходниках на гитхабе все будет выложено ну теперь уже можем перемещаться непосредственно к нашему коду давайте посмотрим как там все выглядит но прежде чем все-таки перейти к коду пару слов про вга железо дело в том что мне пришлось вникнуть суть его работы и это казалось не так просто с одной стороны с другой стороны более-менее то есть я-то рассчитывал как на предыдущих своих экспериментах задействовать любое разрешение любую глубину резкости но нет вга адаптер имеет всего-навсего по сути три стандартных разрешения это мод 3 мод 12 и мод 13 мод 3 это текстовый режим 80 на 25 мод 12 это 640 на 480 при 16 цветах и мод 13 это 320 на 200 при 256 цветах 320 на 200 ну по мне как-то не совсем стандартно это даже не половина от 640 на 480 но видимо также думали и другие люди которые спустя несколько лет после публикации вот этих вот всех характеристик обнаружили еще один недокументированный мод x 320 на 240 при 256 цветах это уже более-менее приемлемо и соответственно я еще решил задачу такую что исходники которые были предоставлены они использовали мод 13 это 320 на 200 я благополучно перевел все на мод x поправил регистры вот это список регистров тут здесь три кистре там в общем ну целая эпопея плюс еще пришлось пораспираться с самим видео адаптером который в qmo он на сайте описан вот qmo стандарт vga все тут есть вся полезная информация собственно говоря вот этими вещами мы будем манипулировать обратите внимание вот то число 400 которое там встретиться это мэппинг вот этих вот регистров который я вам только что показывал vga и плюс еще тут указано как раз спецификация pc и устройства 1 2 3 4 1 1 1 1 то есть это девайса иди и вендор айди то есть тоже их запомните они в тексте встретятся ну в общем вроде как это все с болтовнёй покончили теперь перемещаемся уже непосредственно коду не буду в этот раз утомлять там что такое макросы что такое стек и так далее сразу начинаем с разбора как у рассмотренного ранее нами процессора arm у риск 5 также отсутствует команды pop и push мы их организовываем с помощью макроса если там это была одна команда то здесь мы сами беспокоимся вот мы store word на стек закидываем и потом сами же добавляем четверку причем обратите внимание здесь организован стек в обратную сторону то есть если он растет в привычном мире сверху вниз то мы здесь сделали снизу вверх чтобы было удобнее а сам стек я задал прямо в конце программы вот в конце всего-всего мы делаем метку стек и вот здесь вот так вот вниз 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 пошло пойдет стек расти это понятно со стеком разобрались ну и первая же команда это у нас лод адрес стек и мы указываем метку стекс все таким образом мы начинаем работу со стеком далее идут задания наших констант фрейм буфер отводим ему вот такой адрес далее вга мм о memory map input output то есть это порты для vga адаптера далее у нас идет адрес вся устройств это массив пися и устройств всего нашего аппарата виртуального дальше я вынес консоль адрес консоли которые мы на прошлом уроке разбирали вынес тоже отдельно и вот тот самый qm vga id помните там был один два три четыре единички вот тоже вынесли сюда его ну и здесь я задаю разрешение так как мы будем использовать мод x 320 на 240 при 256 цветах это же значит 88 бит на пиксель то есть один пиксель у нас одним байтом кодируется и его разрешение задается это уже имеет отношение к дальнейшему то есть ну и все и пошли все под программы я вернее все этапы работы я вынес под программы чтобы было понятнее значит первое это у нас инициализация стека далее вот как раз та самая процедура инициализация нашего фрейм буфера мы получаем фрейм буфер в этой процедуре и можем дальше уже с фрейм буфером работать как мы привыкли вот это вынесено в отдельную процедуру вывод в консоль то что мы разбирали на прошлом уроке далее это мы рисуем вертикальные цветные полосы и далее наша программа которая выводит ту же самую надпись message hello world но уже в графическом виде после того как они отрабатывают мы переходим на наш мертвый цикл который завершает программу программа будет здесь крутиться до спроса компьютера или его выключения ну поехали значит разбирать все по порядку наш инициализация нашего фрейм буфера не так уж это оказалось и сложно в конце концов программа инициализация состоит как бы из трех частей первое это мы ищем в нашем списке устройств необходимую секцию далее мы в эту секцию прописываем все что нам нужно и на третьем этапе мы загружаем палитру давайте пройдемся самого начала сюда мы в регистр t4 мы загружаем адрес всех наших PCI устройств они начинают с определенного адреса и заканчиваются вот этим адресом и каждая секция имеет размер 4 килобайта вот наша задача пробежаться по всем секциям отыскать в начале секции нужны нам айдишник 11111234 и после того как мы его нашли переместиться уже на этап инициализации нашего фрейм буфера здесь я не буду этот цикл разбирать вы думаю без меня справитесь то есть первое мы проверяем читаем первые четыре байта из начала секции и проверяем соответствует ли вендор вендор id ffff если вендор id равен ffff то мы перемещаемся вернее если он а да если он не равен короче если он равен ffff прибавляем следующие 4 килобайта и переходим к следующей секции вот так куда запутался чуть-чуть как только у нас не ffff ага значит это уже что-то полезное и мы это полезное сверяем с нашим идентификатором нашей вега карты если идентификатор не соответствует мы также прибавляем следующий 4 килобайта и крутимся до достижения конца если мы ничего не нашли мы выходим все не смогли найти ничего не инициализировано как только мы находим нужный нам идентификатор мы перемещаемся уже на следующую секцию здесь мы делаем следующие вещи мы делаем доступ к нашему устройству устанавливая второй бит в единицу вот мы прочитали значение установили бит записали значение установили дальше мы вот по такому смещению записываем адрес нас нашего фреймбуфера по такому смещению мы записываем адреса наших всех регистров и делаем некую операцию когда мы прописываем число 60 вот в этот регистр не знаю честно говоря я пытался разобраться что он делает не нашел информации ну вернее я честно говорю поленился искать дальше копать глубже но если вот эту вот исключить операцию программа будет работать как работала только темные цвета которые я задаю в палитре станут еще темнее как-то это там связано digital analog ну короче цифро аналоговый преобразователь 8 битный и дальше мы вот эта вот штука она берет вот этот вот массив вот у меня массив регистров первое это адрес регистра ну его конечная часть и дальше 2 байта которые мы последовательно перед передаем по этому адресу вот тут целая вереница но я еще оставил вот такие вот пометки если вдруг кто-то захочет воспользоваться все-таки стандартным 13 режимом может вот эти вот значения поменять на 13 режима и тогда у вас будет уже разрешение 320 на 240 значит все комментарии где что нужно поменять я сделал возможно кому-то будет интересно поэкспериментировать ну и собственно говоря вот она берет и заполняет вот эти данные в регистре предварительно смотрит не 0 лет там если 0 то это маркер конца массива и регистры закончились и на этом все где-то у нас тут вот тоже я снабдил практически каждую строку комментариям если кому-то что-то непонятно можете почитать эти комментарии для того чтобы понять что здесь происходит ну вкратце я вам объяснил все регистры закончили осталось загрузить палитру дело в том что если не инициализировать палитру то у нас будет 256 черных цветов и ни одну точку мы не увидим поэтому мы должны все 256 цветов задать ну или не 256 2 если мы хотим только черный и белый либо вот как в моем случае я задействовал 16 цветов вот она палитра я использовал палитру как это сделано в zx spectrum потому что я чаще всего именно с этими цветами экспериментирование такие яркие насыщенные по сути это 8 цветов с двумя градациями яркости за исключением черного черный он что со включенной яркостью что бесключены это нули ну соответственно белый это вся яркость включена белый темный немножко не доходит до ff до конечного значения тоже можете поэкспериментировать с цветами позадавать свои rgb все в принципе понятно тут начинается все с того что мы вот в этот порт закидываем нолик а нолик это именно с какого адреса вернее с какого цвета мы начинаем задавать ведь мы можем пользоваться не первыми там с нуля по f а скажем там мы хотим сотого по сто шестнадцатый цвета использовать поэтому здесь если вот мы хотим сотового начать задавать мы сюда вот число 100 должны заслать но на самом деле есть не с нуля то вот это вот строку тоже можно исключить без нее будет работать потому что насколько я понял после инициализации адаптера в этом порту находится ноль и так ну на всякий случай чтобы не запутаться оставляем 0 ну и дальше обычный цикл мы берем по 3 байта и закидываем в порт 409 со смещением по одному значению отсчитываем до конца чтобы у нас не закончился счетчик и после этого возвращаемся ну единственное забыл упомянуть что как и на процессорах арм есть здесь регистр связи эй мы его должны вначале сохранить если мы хотим благополучно вернуться из программы чтобы у нас вызвано изнутри под программа его не затерло и здесь восстановить и потом уже вернуться все с этого момента как только мы вызвали эту программу у нас все работает появляется экран мы на нем можем рисовать эту процедуру и разбирать не буду потому что мы на первом уроке она подробно разобрана и перемещаемся под программе рисования вертикальных полос она достаточно короткая достаточно простая где она у нас тут вот она вот всего-навсего значит точно так же сохраняем регистр связи восстанавливаем его и возвращаемся а здесь элементарный цикл в t0 мы загружаем адрес нашего фреймбуфера в t1 мы загружаем четыре цвета 0 1 0 4 0 1 0 4 это наши цвета вот из нашей палитры 0 1 0 4 вот они ну соответственно понятно то 0 1 0 4 мы будем голубые полоски совмещать с зелеными причем они будут темными ну темнее можно можно светлее вот эти взять потому со включенной яркостью но мы взяли для контраста нашей надписи потемнее цвета сюда мы загружаем значит счетчик а сколько же нам всего нужно будет сделать записи в экран соответственно мы координату вернее разрешение по горизонтате делим на 4 потому что у нас один регистр содержит информацию четырех точках соответственно мы 320 делим на 4 получаем число и умножаем на количество строк это у нас координата вернее разрешение по оси y вот мы задали 240 ну и все и пошел цикл store word то есть записываем вот это число в наш фреймбуфер записали добавили четверку к нашему фреймбуферу то есть двинулись на 4 отняли единичку из нашего счетчика вот из этого сравнили счетчик с нулем если у нас не ноль то мы перемещаемся к следующему байту хотя это не байта это у нас не байт а вот так мы сделаем следующему слову и заполняем все все элементарно заполнили вертикальными полосами вернулись а теперь рисуем нашу строку символов нашим алфавитом перемещаемся на эту процедуру значит вот у нас печать строки входные данные это адрес сообщения в регистре т2 и в регистре т0 адрес во фреймбуфер то есть куда мы будем рисовать и в общем то вот это вот надпись у нас рисуется вот задается это опять же середина да вот здесь я в начале пропустил эти две строки а это как раз вычисляется середина нашего сообщения можно все еще еще раз говорю просто вычислить сюда цифру какую-то задать и у вас будет просто но для того чтобы для наглядности я сделал так не мог поместить что это сюда потому что вот это вот штука вот на самом деле должно выглядеть вот так вот это вычисление длины да вот я задал просто цифрой 13 цифры 13 задал чтобы было понятнее если вычислять вот это а это у нас вот в конце за что меня тоже поругали что так не делается типа из конца из метки в метку вычитать то все будет плохо и вот кстати коль я сюда зашел вот этим вот этой вот директивы ассемблера аскиз я почитал она добавляет нолик в конце поэтому вот этот нолик не нужен ну кстати меня вот в комментариях да указали что ассемблер так и делает не знаю как насчет других директив ассемблера но вот именно вот это z на конце она к надписи добавляет ноль поэтому мы можем вот этот ноль не указывать именно вот эта директива его и дополнит нулем ну так вот я отсюда из message and отнимаю message получаю некую длину вот эту плюс ноль ну и она указывает но к сожалению ассемблер никак не хочет вот это вот считать как положено но упорно считает это адресом ну в общем самое простое это вручную посчитать 13 символов надписи hello world вот так задать и все тогда будет работать как положено потому что если сделать вот так сейчас компилятор ругнется скажет я не могу вот это сделать и заработает только если я заменю это и mediate на адрес вот так работать будет ну что давайте так оставим это я сказал значит это понятно и переходим на print string здесь все просто здесь у нас идет опять же сохранение регистра связи вот он и здесь это действительно нужно потому что из этой под программы мы вызываем печать символа это важно если вот это вот не сделайте во всех остальных это конечные под программы там можно не сохранять там он не затирается здесь это важно ну как я говорил в уроке по стеку на ассемблере arm лучше все таки сохранять от регистр связи чтобы потом не запутаться ну и так же мы и здесь везде сохранили как вы видели хотя они везде это актуально ну вот здесь актуально берем из нашего адреса сообщения первый символ сверяем его с нулем то есть концом нашей строки если это конец выходим если это не конец переходим печатаем один символ предварительно сохранив регистре t0 и t2 потому что они у нас тут используются t2 у нас используется в качестве счетчика вернее указательно наш следующий символ а t0 это у нас что это у нас это у нас адрес во фрейм буфере да все это нам нужно каждый раз а под программа принт символ она его затирает ну с этим циклом понятно это вообще элементарная процедура работает ровно также как я вам показывал и на intel 8080 и на армия все везде одинаково подход один и тот же другие команды только ну и вот перемещаемся к собственно к процедуре печати одного символа она посложнее я объясню почему значит здесь на входе у нас код символов t1 и адрес во фрейм буфере t0 в целом все то же самое как я показывал перед этим но здесь мы сталкиваемся с тем нюансом что у нас одна точка кодируется одним байтом а в то время как наш шрифт хранит в одном байте 8 точек таким образом нам нужно один байт разложить на 8 точек и по одной точке отпечатать вот в этом и заключается основная сложность давайте разбираться как это происходит вот отсюда начинается вывод одного байта и что мы делаем мы имеем координату на экране такую-то нулевую вот помним да что у нас на экране идут вот так вот 0 1 2 3 точки вот так вот пошли дошли до 319 точки и 320 у нас начинается на второй строке здесь начинается шестьсот сороковая ну и так далее вот в то время как последовательность пикселей у нас следующее 7 6 5 4 3 2 1 0 и вот мы когда берем 0 нам его куда если мы его напечатаем вот здесь вот то соответственно у нас все будет развернуто к сожалению команды разворачивания последовательности бит в байте на риск 5 нету поэтому нам нужно озадачиться самостоятельно ну и что мы будем делать мы просто вот для этого я делаю 5 6 7 на мы будем обрабатывать нулевого и вот так вот пойдем это у нас биты а это у нас точке поэтому я добавляю 7 к адресу на экране и будем печатать вот так вот берем вот этот печатаем сюда берем вот этот печатаем сюда и так далее то есть пойдем в обратную сторону на экране поэтому я сразу же добавляю цифру 7 и мы оказываемся вот на этом месте на экране это понятно надеюсь дальше берем наш счетчик и задаем туда 8 это количество пикселей в одном байте и начинаем пиксель за пикселем обрабатывать мы перемещаем наш байт который мы взяли из нашего знака генератора в т3 то есть у нас потому что мы будем и дальше пользоваться т2 мы не можем сразу с ним работать потому что он нам понадобится ну либо каждый раз вот эту процедуру делать зачем нам лишнее телодвижение поэтому берем т3 обнуляем команды end все кроме нулевого пикселей ну вернее это биты и дальше что мы делаем мы по умолчанию вот сразу загружаем в т4 цвет фона неважно есть у нас вернее цвет фона это или нет цвет фона мы сразу загружаем цвет фона в т4 и после этого проверяем а что у нас в т3 то включен пиксель то есть установлены бит или не установлен если пиксель не включен то мы перемещаемся вот сюда минуя вот эту строчку вот если же пиксель включен то мы перри затираем т4 цветом пикселя надеюсь этот трюк понятен да то есть мы вначале мы в любом случае задаем цвет фона а потом проверяем цвет фона это или нет если цвет фона то мы так и оставляем перескакиваем сюда если этот цвет пикселя то мы перезаписываем на цвет пикселя кстати вот это вот это тоже можете поэкспериментировать из палитры цвета они указаны здесь я задействовал цвет фона красный цвет пикселей желтый можете тоже поменять цвета у вас будет другим цветом надпись ну и все и дальше мы просто вот это т4 записываем в наш экранный буфер и делаем как я сказал отступаем один пиксель влево и делаем ротацию нашего т2 на один пиксель то есть мы сдвигаем то есть вот 7 6 5 4 3 2 1 0 вот мы проверяли вот это да а вот этой командой сдвига мы как бы перемещаем нолик вот этот убираем сюда добавляем и вот так вот теперь мы будем работать со следующим нашим битом вот эта команда это и делает и дальше уменьшаем наш счетчик t5 и он у нас t5 это у нас количество пикселей ну и проверяем достигло ли нуля или нет обработали мы все пять вернее все восемь пикселей или не обработали если обработали значит у нас один байт уже выведен на экран все мы вернулись к начальной точке и теперь мы обрабатываем следующую строку нашего знака генератора нашего фонта шрифта вот поэтому нам нужно перемещиться на следующую строку на экране мы как это делаем мы к текущей координате добавляем ширину нашей строки в пикселей 320 плюс 1 потому что здесь мы отступили лишний то есть если мы там прибавили в начале 7 до отступили мы 8 то есть мы вернулись как бы на одну позицию назад поэтому чтобы нам вернуться на одну позицию вперед мы добавляем ширину строки плюс 1 ну и здесь тоже увеличиваем счетчик один и уменьшаем счетчик другой и перемещаемся так далее печатаем строка за строку то есть логика везде одна и та же надеюсь все понятно ну если сильно непонятно будет опять же я прокомментировал каждую строку пожалуйста смотрите и разбирайтесь ну а в начале вернемся теперь самое начало мы загружаем наш знака генератор все точно так же как было знака генератор у нас находится в конце вот он фонд директива ассемблера инк бин мы его загружаем наш бинарничек но мы помним что там первые 32 символа отсутствуют потому что они являются управляющими у нас все начинается сразу символа с кодом 32 поэтому нам нужно чуть-чуть отступить на эти 32 незадействованных символа где она у нас тут вот мы отступаем 32 символа но так как их размер 8 байт 32 на 8 отступили загрузили получили адрес в регистре т2 нашего фонта как если бы было с нулевого символа ну а здесь чтобы вычислить по коду символа его положения в шрифте мы как обычно умножаем на 8 код символа умножение на 8 мы помним это сдвиг влево на три позиции равноценному умножению на 8 ну соответственно у нас есть адрес нашего фонта мы добавляем к нему адрес нашего символа и в т1 мы имеем уже адрес нашего символа в фонте все просто ну и дальше то что я вам рассказал мы выводим на экран на самом деле ничего сложного после того как мы вывели на экран эту строку мы переходим в мертвый цикл и ну собственно наша программа на этом завершена надеюсь я ничего не упустил и не забыл из того что я хотел вам рассказать и на сегодня у меня все следующее видео скорее всего будет посвящено программированию на ассемблере для процессоров с архитектурой арм там у меня есть целая последовательность того чего мне хочется рассказать мы до сих пор не перешли красбери пай ну а чтобы перейти красбери пай нужно кое-чего изучить еще она под виртуальной машиной но это уже я отвлекся на сегодня у меня все спасибо огромное если вы все еще не выключили и слушаете мою болтовню мне это безумно приятно и это мотивирует что у меня есть преданные зрители которые смотрят и комментируют ради вас я и стараюсь собственно говоря это я упоминал не раз поэтому я желаю вам счастья желаю здоровья и в наше непростое время мирного неба над головой мы обязательно с вами увидимся в следующем ролике она сегодня у меня все пока пока